Природа удивляет и не всегда красотой. Барнаулиц Александр привык запасаться противоаллергенными весной. Непереносимость шерсти животных и пыльцы заставляла следить за здоровьем. Но в этом году он впервые почувствовал неладное осенью. После прогулки возвращаюсь домой, захожу в помещение и появляется насморк из ниоткуда абсолютно. В следующие дни выхожу на улицу снова, после прогулки опять замечаю, что появился насморк. И заметил, что помогают противоаллергенные какие-то лекарства. Весь мир привык, что сезон аллергии заканчивается с теплой погодой. Но осенью тоже немало причин для обострений. На смену пыльцы приходят споры грибов. Это грибковая так называемая аллергия. Так как сыро, влажно, то эта плесень развивается. И в листьях на улице, и дома. Если, например, влажные помещения, то есть это ванны, комнаты, туалеты. Если люди сейчас много живут у нас в частных домах, тоже промерзающие углы, поколья, цветы, которые домашние, на земле образуется вот эта белая плесень. Специалисты объясняют, что осенние аллергены более устойчивы к переменам погоды, оттого и более живучи. К тому же холодный воздух более тяжелый, воздушным массам сложнее перемешиваться, поэтому аллергены зависают в воздухе на уровне человеческого носа. И мы по привычке списываем насморк, кашель, трудность дыхания на простуду. Сначала думал, что это простуда, может быть грипп какой-то осенний, но никаких других симптомов нет, ни температуры, ни кашля. Сейчас используем только либо противоаллергенные какие-то таблетки, либо надеваем маску для того, чтобы прогуляться по улице. Такая аллергия может привести к обострению астмы и к воспалительному заболеванию легких. Врачи советуют меньше гулять по листьям, а дома чаще делать влажную уборку. А в целом рекомендуют при необычных проявлениях хвори сдать анализы на аллергию. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.